В центре внимания объекты здравоохранения и проблемы обеспечения кадрами медицинских учреждений в населенных пунктах округа. Председатель постоянной комиссии и собрания депутатов по социальной политике Анна Булатова с рабочей поездкой побывала в некоторых из них. Поселки Налименосово и амбулатория. Здание постройки 2011 года. Сравнительно новое, однако сейчас оно не в лучшем состоянии. Требует ремонта, пока текущая крыша и местами провалившийся пол доставляют неудобства как пациентам, так и поселковым медикам. Проблема у нас сейчас на данный момент – это здание амбулатории. Это просто кошмар. Потому что в 2010-м здание было поставлено, в 2011-м сюда заехали уже работать. Но так как я с 2016 года здесь работаю, здесь уже здание всё развалилось. То есть у нас и капает, и потолок у нас обваливается, и полы у нас провалены. У нас проблемы с сантехникой. То есть у нас на данный момент работает только один рабочий туалет для посетителей. Ну и везде как бы трещины. Где можем, сами там всё подлатаем, залатаем. Но вот нужен ремонт. Депутат собрания депутатов Неницкого округа, председатель депутатской комиссии по социальной политике Анна Булатова вместе с главой муниципального образования Большеземельский сельсовет Михаилом Талеевым и представителями Роспотребнадзора проинспектировали учреждения здравоохранения в поселке Нельминоз. Определили самые острые на сегодняшний день проблемы. Одна из них – отсутствие необходимого количества кадров медицинских работников. Требуется фельдшер, старшая процедурная медсестра, медицинская сестра, врача общей практики и другие. И на данный момент совмещаю все эти должности я, фельдшер. Но сейчас ещё к нам приехал педиатр, поэтому детей она сейчас ведёт. Приём. Проблему кадрового голода на селе в социальных учреждениях не только в сфере здравоохранения подтвердил и глава муниципального образования. Михаил Талеев считает, что специалисты поедут работать в сельскую местность в том случае, если будет решена проблема предоставления для них жилья. Необходимо решить с помощью, так скажем, собрания депутатов округа, администрации Ниньского автономного округа вопросы по здравоохранению. Это в первую очередь, значит, укомплектование полностью кадров. Значит, на сегодняшний день у нас не хватает фельдшера, не хватает двух медицинских сестёр. Также, значит, острая проблема в связи с этим. Нету жилья для специалистов. Нужно строить жильё специалистам, как работникам здравоохранения, так же работникам образования, культуры и спорта. Жилья не хватает катастрофически. По словам Михаила Талеева, земельные участки для жилищного строительства на территории муниципального образования есть. Проблемы, конечно, существуют в плане и жилья. Михаил Семенович не раз это отмечал на всех заседаниях о том, что пока не будет жилья на селе, проблему с кадровым обеспечением мы решить не сможем. Сегодняшние ФАПы, не только амбулатории, и ФАПы должны, и два года назад мы этот вопрос рассматривали, должны строиться таким образом, чтобы обеспечивали жильё, было помещение для проживания медицинского персонала. Также Анна Булатова и Михаил Талеев отметили необходимость ремонта поселковой амбулатории. Что касается обеспечения медицинского учреждения и населения лекарственными средствами, то в этом плане ситуация стабильная. Проблем с лекарственным обеспечением у нас сейчас нет на данный момент. То, что не хватало, мы дозаказали, мне буквально недавно это всё было отправлено, сейчас ещё вторую заявку сделаю, это всё отправят ещё раз, повторно. Дальше с лекарственным обеспечением льготников у нас тоже проблем нет. Сейчас я вот вышла с отпуска, всё я дозаказала ещё на 6 месяцев, то есть до октября месяца у меня всё было выдано, сейчас на 6 месяцев, ещё до марта месяца будет выдано. То есть в конце февраля я буду уже дозаказывать ещё на следующие 6 месяцев. Препараты все имеются в наличии, что отмечают фармацевты по сравнению, конечно, с предыдущими годами, гораздо обеспечение налажено и лучше. Детское питание в Нельминнос доставлено в полном объёме на период распутицы на ближайшие 3-4 месяца. Однако его не хватает грудничкам, которые находятся на искусственном вскармливании. И поэтому у меня есть предложение хотя бы на месяц заказывать по 8, по 10 или хотя бы даже по 12 упаковок смеси, потому что мамам приходится их докупать. А остальным детям, которые на смешанном вскармливании, этого вполне хватает. Ещё один населённый пункт в рабочей поездке председателя комиссии по социальной политике окружного собрания депутатов «Андик». Объект здравоохранения, который, по мнению депутата, требует вмешательства со стороны окружной власти – новый фельдшерский здравпункт. Проблема была озвучена Анной Булатовой на октябрьской сессии собрания депутатов. Что не так с этим объектом, рассказала нашей съёмочной группе и его заведующие, которые неоднократно обращались в местные жители, не понимающие, почему для установки объекта выбрали именно этот участок земли. Почему поставили его на территории навозной ямы? Здесь была навозная яма, силосная, здесь болото. И получается так, что если уровень воды будет 4 и плюс ещё, то значит здесь вся площадь будет затоплена. И поэтому зимой вся территория заносится снегом. И никак не подойти, не подъехать. Нет тротуаров, нет дорог, нет подъезда и отъезда. Людям неудобно, потому что население в основном пожилое, дети есть маленькие. И получается так, что неудобно. По словам заведующей для здравпункта, ранее предполагался в деревне Анди другой участок земли, который более подходил для социального объекта. Установке модульного ФАПа отведена территория сгоревшего дома. Она находится намного выше, вон там. Вызывает пока вопросы и инфраструктурное обеспечение объекта. Опасения у жителей деревни вызывает септик, который установлен на земле, а не под землёй. При низкой температуре воздуха это может привести к его замерзанию. Здание полностью будет отапливаться только за счёт электричества. Не решён вопрос системы водоснабжения. Под впечатлением от увиденного представитель собрания депутатов Неницкого округа, который также обращались с местными жителями по поводу нового здравпункта. Видим прекрасно с вами, в каком месте находится медицинское учреждение. Добраться до этого медицинского учреждения, пройдя даже сейчас, мы люди среднего возраста вызывают просто заботчинность и вопрос, как можно добраться, а как пожилые люди сюда будут добираться. Принимать такой объект нельзя ни в коем случае. Я не думаю, что у кого-то из жителей деревни Антик вызовет восторг данное учреждение. Не только у меня. Председатель комиссии по социальной политике собрания депутатов Неницкого округа считает, что все вопросы, возникающие при установке модульных здравпунктов на селе, необходимо контролировать. Уже в ближайшее время региональный парламент инициирует совещание с участием ответственных лиц Заполярного района и окружных ведомств, чтобы незамедлительно разрешить выявленные проблемы. Напомним, в Неницкий округ в соответствии с мероприятиями регионального проекта развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи, в рамках реализации национального проекта здравоохранения сельские населенные пункты региона доставлено 12 модульных зданий для фельдшерских здравпунктов. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Телеканал Север.